здравствуйте уважаемые зрители кто смотрит видеоканал планета дзюдо ну как я вам говорил что планета дзюдо youtube канал это не только о дзюдо а вообще о борьбе о том как влияет борьба на человека на его физическое интеллектуальное нравственное и вообще социальное положение в мире так назовем и мы сейчас находимся в сербии чемпионат мира по борьбе идет это греко-римская вольная борьба и мы беседуем с леонидом шуманом слова леонида он сейчас скажет во первых он из израиле представляет всю команду израильскую президент федерации борьбы израиля и почему мы встречаемся ли они с леонидом и не захотелось сделать интервью потому что в этом году 50 лет трагедии которая произошла в минхене и на олимпийских играх 1972 году где были захвачены заложники и впоследствии погибли 11 израильских олимпийцев трагедия для всего олимпийского движения и трое из этих 11 израильских олимпийских спортсменов были представители борьбы а судья тренер и два спортсмена и конечно же это интервью это тоже дань памяти уважения и скорби не только израильских спортсменов а вообще олимпийской трагедии потому что такого не было ни то ни после я надеюсь никогда не будет повторение и для них хочется немножко чтобы рассказали о тех олимпийцев если вы знаете небольшую такую историю знаю что были новые патрианты хотели продолжить занятия в Израиле все они подталкивали провести это мероприятие потому что отценивайте у нас не было ничего не добавлю такого от себя это все можно прочитать по подробнее что я хочу сказать что в этой дате это была инициатива многих причастных спорту в том числе иосиф войдман наш судья который проживает в америке иран шмой или которые судили олимпиаде туда последний в токио все они подталкивали провести это мероприятие потому что отценивайте у нас по крайней мере в стране и борьбы недостаточно столько и финансов для того чтобы провести турнир организационных возможностей минимум двух работников это вы говорите о турнире который прошел в августе но с помощью друзей и безразличных людей на муниципальном зале все были довольны организацией встречи приемом решили гости и удовольствием нас приглашают приехать мы ждем приглашение пока тренируемся и ребята которые без травм более-менее подошли к этому турнику он представляет нашу страну на чемпионате мира а вот мальчик один физически 21 год он только закончил служение девочка новая репатрианта с украины и трое ребят тоже 2 ребят которые репатрианты из америки и наш мальчик один который родился в израиле конечно это достаточно скромная делегация но мы стараемся принимать участие и дать шанс всем ребятам которые готовы трудиться в нашем спорте даже не стоит пытаться трудиться уровень очень высокий соревнований вот мы настраиваемся всем пахарям дать шанс если чемпионы страны заслужили вообще то что касается борьбы в израиле я чуть больше 30 лет родился на украине тренерская работа мы пять лет прошли в россии поэтому друзья есть и украине и россии до сих пор не верится сегодня в мире это я сошел с ума вот и хотелось бы чтобы забыть про это чтобы жизнь была раньше часто мы приглашали ребят из россии из украины которые приезжали к нам на сборы помогали нашим ребятам совершенствоваться потому что наши армейцы которые служат они не могут выезжать много на сборы студенты тоже не могут этому скажем так друзья старой связи помогали развивать борьбу израиля приглашать здесь не выезжая много плюс проблема израильской израильского всего спорта же статус тренинг не существует как и на одном из собраний отмечал один из руководителей спорта говорит 80 процентов тренеров работают для денег 20 процентов сумасшедшие которые хотят медаль но к сожалению для них 20 процентов ничего не было сделано никак были сумасшедшим так и остались 30 лет израиля слышу разговоры том что будет статус тренера как можно делать спорта до тренера не получаете зарплату с каждым или вторая работа или перебиваете как может что касается меня я приехал я понял сразу что не имею чтение группы она сама окупаемость и со старшими работа не могу я лучше буду работать с малышами прямо в зале здесь ну конечно когда подходит к старшим уже после трех-четырех групп детей не такой свеженький как должен быть тренер когда приходит тренировать группу спортивного совершенства вот поэтому мы стараемся взравиться и скажем так но тем не менее для ребят которые занимаются спортом приехавших из стран бывших в СНГ в 90-е годы борьба являлась своеобразным трамплином социальным листом жизни для всем ребятам говорят ребята ваше будущее благосостояние учеба в университете то что вы на борцовском ковре заработаете вы за деньги не купите ни один миллионер то что вы имеете тренировавшись восемь-десять лет они как закалки характера те кто готовы совмещать давайте вместе тяжело трудиться это тяжелая работа многолетние поэтому я как было 30 лет назад так я сейчас говорю хотя поколение поменялось раньше не было телефонов раньше не было этого всего что сегодня отвлекает детей все бегали на улице прыгали скакали сегодня это уже просто беспокоиться о здоровье оторвать их от компьютеров и телефонов ребята которые хотят связать свою жизнь со спортом я рекомендую поступать в старшая школа у нас в Израиле до 7 по 12 класс до 6 класса я не спешу со специализацией общая подготовка когда им 12 лет я предлагаю идти поступать в этот старшую школу в классы с высоким уровнем математики компьютеры физика и 6 лет они тренируются два раза в день то есть те дети которые 6 лет приходят всем утра на зарядку я знаю не легли спать вовремя они не сидели 12 часу ночи в компьютере не бродили по улице не найдут приключений на себе я не это я извините вас перебью это вы сейчас говорите о школе которые я создал тогда давайте так давайте выясним выясним нет выясним вообще что что создалось что создал леонид шуман и вообще что это за школы это 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 типа спорт школы по принципу советского клуб клуб без спорта спорт в Израиле построена некоммерческих организаций эти должны зарегистрировать некоммерческую организацию и в рамках этой некоммерческой организации ты можешь работать по определенным правилам которые министерство внутренних дел тебе диктуру это министерство спорт и соответственно каждый тренер уже помещение в каждом городе ищет по своему разу ищет свои варианты но принцип один спорт построена клуб клубная система некоммерческих организаций тут тренер и там дети учатся не нет 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 и приходит тренировать где девочка школе у меня так получилось что вместо которые тренируют за забором школ и поэтому нельзя получается совмещать и тренировка утром они пришли за забор и у них же школе находится вечером выходят на вечернюю тренировку но в каждом городе своей системы ясно разделить по городам помогать тренером встречаться с мэрами городов помогите тренеру тренер соответственно поможет вам когда вам понадобится его помощь чтобы не было наоборот помоги тренером и тебя потом может быть когда-нибудь вспомним как это очень часто встречается мне повезло что в нашем городе человек который пришел и помог и помог я ему сказал как тебя благодарить он говорит спасибо что ты из города есть кому помочь но ты какой город город бершеево бершеево города рубик данилович ну таким мало очень мэров все хотят чтобы сначала помогли им а потом может быть они вспомнят когда-нибудь он сам занимался вольной борьбой все-таки физическим но он просто порядочный порядочный человек который хочет что-то сделать для города вот поэтому что я в этом плане мне повезло но это не с первым это в 2000-х годах он пришел молодым и три каденции умер города и никто близко к нему не приближается потому что он старается помочь помочь жителям города разливать город вкладывать в город на него это цель жизни процветание вот он не ищет унесет правительство дорогу вот он считает что это его предназначение город бершеева столица негина стал митрополином когда-то завещали она мечтали основатели израильского государства вот ну что касается вернуться к спорту и многие ребята которые в 90-е годы приехали начали у меня тренироваться маленькими с 8-9 лет сегодня футфуин 40 лет они успевающие ребята адвокаты врачи инженеры построили гость вилы воспитывают детей уже детей ко мне отправляют то есть борьба и вот эта причастность когда они попали в сборную команду страны и начали представлять страну за рубежом давала им уверенно что это их страна что мы приехали сюда и они что-то вложили какой-то план поэтому но опять-таки вернусь тяжелую тяжелая работа нужно это любить для того чтобы там оставаться ну вот мы недавно с кириллом который сидит здесь за кадром говорили о том что как стать миллионером как кто-то смотрит телевизор и там ведь вот как стать миллионером и первое что там первые слова встань с дивана а это уже не интересно я считаю для меня стать миллионером это встретить людей которые друзей которых ты за деньги не купишь меня посчастливилось на были такие друзья в украине у меня не повезло встретить такого товарища тренера который анатолий ковалев по москва области руководителем федерации у них спорта в свое время был сварщиком на на баме было время ленинского комсомола на баме человек который смеет на среднюю рубашку с детями если вдруг он видит даже не спрашивать будет тебе холодно или нет повезло такого встретить человека повезло таких людей встретить в израиль когда я 30 лет приехал в израиль я считаю вот это вот это мой миллион что вместе где-то я которые могу обратиться случай случай но вы дышали с дивана конечно не садился на него часа думал как выжить это об этом вы говорите разговор то есть тяжелый труд это может быть не не в не в том смысле на эти как бы труд чтобы там умереть ну просто да это как бы сама замотивироваться конечно вся вся наша работа связана нет мелочей вся работа тренерская нас связано с мелочей иначе ты не можешь воспитать спортсмена люди ребята у меня остановились призерами чемпионата мира среди студентов один из первых учеников сергей колесников сегодня бизнесмен известны вот это ему да вы ушел из района папа мама не могли бы ничего не сказали только будешь учиться в университете вот у тебя есть крыша над головой не пойдешь учиться в университете он служил армии идея ищем отличения он послушался родителей таких родителей мало сейчас которые умеют направить большинство родителей говорят вот как у меня товарищ тренер подзюдо они приезжали на боролись на соревнованиях по борьбе тоже были ребята все бойцы как у тебя с набором какой набор какие дети посмотри на родители какие могут быть дети все труд телефоне пальцем даже и дети дадут детям тоже также тереть и все делать одинаково это я считаю сегодня проблема поэтому многие родители израильской ментальности считают а он уже семь-восемь лет уже знают что он хочет что ему говорит куда идти конечно большая конкуренция с игровыми видами спорта игровые виды спорта в зале популярны популяризировать борьбу нужно этим заниматься ну когда это это отдельная специальность должна быть человек который будет заниматься популяризацией сейчас мы пробуем начальник проводить соревнования по пляжной борьбе для того чтобы дать нет провели в рамках макагады мы провели на их пляжном городке провели чемпионат израиля американцы участвовали много было зрителей сменки все понравилось но это организовать это нужно лишь вопрос в первую очередь со страховкой чтобы могли всех желающие прикидывали страховка это это одна из важных вещей я еще не начал тренировать не сказали застраховал детей я просто на улице беру с ними делал зарядку ты что не дай бог кто-то упадет споткнется груза жизнь платить вопрос страховки не знали это номер один потом что этом в организации торги ради должен подумать чтобы если вдруг кто-то сейчас для того чтобы развивать и популяризировать потому что на самом деле израиль это сплошные пляжи не требуется большие предложения только нужно медиа чтобы пришла и чтобы искать конечно спонсор для пляжной борьбы это все пускай придут зудаисты и ммай все все входит на простые правила и покажите что вы можете по правилам пляжной борьбы выиграть тем более что планируется в двадцать восьмом году как олимпийский вид спорта нужно этим заниматься тоже часть моей работы как президента федерации вообще сколько сейчас как широко сейчас развита борьба в израиле я имею ввиду практически во всех городах есть во многих городах есть на уровне очень разном не все тренеры могут готовить спортсменам на высокий уровень опять-таки и конечно то что есть советском было в советском союзе осталось на россии в украине двойной зачет спортсмен может давать зачет двум клубам из которого он ушел и которые его приняли в израиле такого нет но это очень важно из этого тяжело построить преемственно чтобы тренер из маленьких клубов передавали спортсменам более сильный путь там где будут развиваться но чтобы не забыли сказать спасибо тренеру который воспитал как я в свое время был на курсе артиле в москве восемьдесят девятом году и рассказывали насколько недостаточно совершенно советском союзе системы как в интернат выживают выжимают детей потом армейцы и хотят результат потом вузы хотят потом до сборной пока он добирается он уже не стравмированы в гдр говорили как рассказывали лектор если в районе 15 примерно 15 лет мальчик мальчика заметили передали в центр олимпийской по питомке гдр но он там полгода продержался он соответствует всем критериям ему которые на 8 лет вперед не форсируя не выжимая без лишних гонок веса его который на олимпиаду через восемь лет но тренера его никогда не забудет и поэтому в свое время гдр были хорошие результаты причем это маленькая страна поэтому наладить построить такую систему не так просто встречались в министерстве образования министерства образования признала борьбу как ведь спорта даже пускай не борьбу пляжную и дорогой вид спорта и настолько сильно система это просто я что чиновники не хотят двигаться вот борьба опасно другу травмы не хотят школы школы в этом году поехали полу легального франции на мазину как семейные игры школьников нас мальчик стал вторым хотя нас внутри страны министерство образования не фигня министерство образования это учителя министерство спорта это тренер которые не признают два разных конвертных специальностей учитель физкультуры признается тренер нет и идет своя какая-то повторная вот между министерством образования министерство спорта своя конкуренция непонятно для чего она нужна но это и поэтому много леонид хочу вернуться непосредственно к борьбе борьба все равно развивается усилия прикладываются вы встаете все время с дивана даже не садитесь на него я хожу падаю раз твоя на заряд или жители или родились по специалисты специалисты которые проводят занятия по воле борьбе в основном это выходцы из стран постсоветского пространства и есть те кто приезжает репатрируется в израиль из америки европы в основном это выходцы нехороший очень тренеры приехали заслуженный тренинг республики азербайджана и белоруссии и россии и очень мало на тот момент я тоже был не президент федерации был просто убегал искал где где потренировать детей я считаю что потеряли потенциал бывшая федерация идите учите язык тренерную специальность устроить где-нибудь тогда может быть вы вечером сможете тренировать так встречали много грибатриантов поэтому кто-то купил машину занялся развозками кто-то устроился сторожем в лучшем случае пошел учителем физкультуры школу переквалифицироваться этому я считаю что много специалистов было потеряно сейчас мы стараемся проводить курсы инструкторов и тренеров но провести курс и дать удостоверение это еще не построить тренера это я говорю еще раз что я не закончил связи с этой системой спорта у тренера который хочет работать как говорится имея мотивацию работать на себя он должен быть на 80 процентов организатором 20 процентов останется тренер потому что создать клуб вот эту некоммерческую организацию не так просто отчетность может быть его таран вести учет еще если жена поддержит они скажут иди работай зарабатывать и играешься во все эти вот игрушки потому что на самом деле это сложно и не существует системы стране и каждые тебя могут взять как же от нас там где-то и тут же это джек хочет на тебя заработать не вложить сбор хочет заработать же ты что дал им доход хотя они частные организации не государственные эти как клубы государственные все равно не хотят на тебя вместо того чтобы вложить тебя не появился тренер добавил сюда мы тебе поможем давай 50 процентов 40 процентов собери себе остальное дальше по поводу образования специалистов в израиле вместе институт физической культуры венгей как там по этому направлению как идет чтобы чтобы сравнить например выщего тренерского образования в израиле не это курс для домой курс по пятницам например ты приезжаешь занимаешься по 4-6 часов получаешь документы инструктора по борьбе еще год поездишь получишь курс получишь бумажечку что тренер по борьбе но это не академическое образование только очень редко структуры учат в институте вельми поэтому вот сейчас впервые первые у меня сын сейчас начинать мир они не приедет потому что ему должны дать ланды четыре раза переболел тяжелейшей ангиной за этот год он борется веселых категория 80 килограмм был третий на чемпионате мира до двадцати лет прийти на чемпионате европы до двадцати лет то есть это вмешательный результат он свободно надеет английский на русский на россияне думали что привезли его из америки американцы думали привезли его из россии уже готова спортсмена он родился в этом году вырос и слушался управляем и вот я надеюсь еще добьется результатом этот чемпионат мира пропускает дома меня заменяет тренировки проводит вот а я здесь вернусь он привезет ребят и тебя мира за не студентами может быть еще сам по полиции если здорово если врач разрешит вот первый раз институт винге это сделал курсы ускоренные 5-месячные для спортсменов сборных команд которые представляли страну не менее 4 5 раз на чемпионат европы мира и для них сделали ускоренный 23 года плюс сделали для них ускоренный курс это первый раз юра пошел поучился там он еще заочно учился в украине начался уже закончил первую степень и вторую делал наверно стало не получится что здесь если вот лучшие специалисты и для тренировок спортсменов сборных среди ребята будут олимпийских чемпионов тем долго пятого уже пошел но два раза три раза опрашивали все федерации пока набрали маленькое количество желающих быть тренерами и спортсмены значит такое тренин какая-то работа это бездома это ты должен если ты тренер должен все время есть не повезло у меня покойная жена благодаря тоже которая смог продержаться она была свое время сборной союза по плаванию запорожье и болела мама она всегда она всю жизнь была спорте ничего не интересовало на спортивном костерное время ходила и она была врач по образованию у меня как взяли был свой врач и мы с ней вдвоем этим занимались она могла ему выйти она могла провести тренировку еще больше чем я то есть она уже квалифицировалась в клаване на борьбу вот и снова поиметься в тренировке живем она не учила как-то хотя бегала судьи ее боялись когда показывал судья не ту оценку он уже убегал на другой край ковра потому что надо было задушить поэтому вот он отучился и должен получить документ должен был там встреча торжественная и вручат им эти дипломы но по большому счету это не высшее образование это дополнительная подработка для большинства ребят если ты где-то работаешь ты можешь вечером для души тренировать это не решение вопроса о статусе тренера скажем так Леонид я знаю что многие федерации международной федерации дзюдо самбо и так далее мы пытаются как-то помогать региональным федерациям странах вообще международный вор да на занятия не на них они могут помочь дать ковер допустим да это придать или да они могут пригласить спортсмена на курс про недельный тренер тренерские они могут оплатить и участие на чемпионате мира двум трем человеками сейф федерации финансово в основном такое судьи судьи помогают квалификацию то есть оказывают что 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 молодцы федерации дзюдо израиля когда в девяносто самом году пробились медали но убились опять-таки для родителей на пятнике потому что я говорю что очень важно родители чтобы были и рад мама папа ее направляли и урон из матча папа тренер готовы все продать только что вопросов не было финансирования поездками на сборы японии от турниры все это было без конца и когда начался бум каждый год летом не проводили несколько несколько потоков в институте венге так как летний лагерь для ребят 15-16 лет по тридцать может и больше человек они до беда учились после беда тренировались это стоило приличных денег но тем не менее и родители которые хотели вкладывать в дзюдо там нету ничего бесплатно у нас везде сначала деньги потом с тобой будут насчет разговаривать они проводили пускай из этих шестидесяти каждый каждое лето 10 оставались в дзюдо но на сегодняшний день мы в каждом там жеке в каждом поселочке есть тренеры которые пусть два раза в неделю тренируют из которой умудряются один раз тренировать неделю для чего платили вот но в результате из этой массовости потом им удалось уже дагестанскую систему интернаты на выживание они уже были в институте венге у них там хорошие условия всех в интернат вперед тренироваться и кто выживет тот выживет то есть массовость у них уже переходит в качество конкуренция конкуренция между видами борьбы в израиле ну понятно что в россии и украине есть как в израиле конкурирует жестко и я думаю что в основном идут на имя тренера дети родители ведут на имя тренера когда я приехал в израиль не сказали ты не школу работы люди должно быть имя что такое имя не понимал я работал школа олимпийской дезерва полка выставки там тренерская категория стаж северные надбавки вот это была моя торгода что-то время не понимал поработал в израиле я уже понял еще ребенок не родился родители мы к тебе его приведем ну то есть когда родиться то есть каждый тренер должен работать на имя если у тренера есть имя то не смотрят дзюдо, байба, гимнастика или что-то конечно дзюдо популярны популярны но тем не менее если тренер, если кто проработает, то у него и семена я рекламы нигде не делаю себе это моя реклама это уже годы, годы работы скажем так тоже самое если научу, говорю, что если у тебя будет имя ты должен быть среди лучших его плюс, потому что он на языках разговаривает свободно он общается и говорю на английском и на русском и на иврите и в этом плане он молодец я надеюсь, что он превзойдет и мои результаты и сам еще покажет результаты и есть кому передать учеников и сын, например, мой адреналин скажем так, то есть его я работаю знаю, что он когда закончит выступать у него уже будет готовая команда дальше продолжать то, что я делаю перспективы развития борьбы в Израиле надо искать не без различных людей, нужно искать спонсоров, потому что как бы ни хотел без денег тяжело вот сейчас мы организовывали этот турнир и друзья американцы говорили если приедут мусульмане мы найдем денег море, сколько еще останутся деньги в федерации ну хорошо, давайте, потому что в федерации бюджет не предназначен для делать турниры это наша задача создать сборную, возить внутренние делать какие-то танки на турниры это всегда расходы после которых ты можешь полгода потом не иметь финансов а страна 10 тысяч шекелей пообещали помочь 10 тысяч шекелей с ценами на гостинице и на питание, пожелание в Израиле вот, поэтому закончился турнир мы остались еще должные но будем отдавать к сожалению спонсоры не оправдали надежд тех людей, которые обещали что будет не получилось, я их не обвиняю понимаю, что они хотели как лучше, но как получилось получилось будем закрывать, скажем так, долги и двигаться дальше я не жалею, что мы провели этот турнир потому что все равно имиджа я считаю, что федерация добавила все были довольны организацией отчет объединенный мир борьбы был самый наилучший хотят еще проводить но я уже пришел к нашему муру и сказал дорогой, в следующий раз если не будет бюджета от муниципалитета для проведения турниров и турниров такие не проводят хочешь, выделяй деньги, потому что в федерации денег нет я не могу забраться в приездах ребят и провести турниры, потом ребята будут сидеть дома в свой же смысл кондироваться Леонид я думаю, что первое наше интервью мы можем немножко подвести к завершению и мы с вами еще встретимся в Израиле, я приеду к вам с гостем тренировку, поснимаем может быть какие-то найдем взаимоинтересные варианты сотрудничества по разным направлениям, видам борьбы обмен опытом, так сказать в заключение хочется услышать от вас какое-то пожелание тем, кто еще не пришел в борьбу что бы вы могли сказать молодым ребятам, родителям тем, кто вообще увидит наше интервью и скажет почему я должен туда идти обещать легкого легкого хлеба невозможно потому что борьба по статистике считается один из самых тяжелых видов спорта в котором организм должен быть готов особенно вольная классическая борьба даже мой сын когда общался с физиотерапией проходил на студию Вингита встречался с чемпионом мира и призеры Сасона и Саги Муки они с ним общались как на равных и говорят, что у вас конечно в спорте тяжелее чем у нас они понимают какой темп вот сейчас начнется и закрутиться в вольной борьбе и всегда все-таки темп не такой как в вольной борьбе поэтому что можно сказать кто хочет из родителей чтобы дети ну как говорят борьба это жизнь вся жизнь это борьба то есть воспитание борьбой воспитание видом спорта который требует дисциплины напрятности уважения к партнеру всегда пожать руку в начале и в конце уважения к тренеру никто никому не ругает как ты слышишь там трибуны в футболе где люди приходят приблизить свои эмоции здесь идет взаимное уважение когда Юра Мюстал пределом мира спортсмены из Ирана пошли когда поздравили его на официальном уровне правительство не признает существование Израиля то есть я считаю, что это дружба это уважение и американцы и иранцы они друг друга уважают то что пресса это пресса вот я делал проект нашлись такие семья они говорят что они верят в то что с детства нужно завяжаться дружбами и полтора года я тренировал ребят они плачивали подвозку из арабского города Рага привозили ко мне полтора года тренировались дети никто из журналистов не пришел даже посмотреть приглашали в субботу идет три раза в неделю приезжают арабские дети тренируются с коренскими детками борьба ну и группа общей скоростковки еще подготовка борьбе суммы я на начальном этапе обучаю борьбе суммы даже проще чтобы они стояли на ногах вот если бы была какая-то драка сразу приехали бы журналисты а написать о хорошем не так как бы в мире все нагнетаются страсти нагнетаются хотя в нашем виде как борьба это взаимоуважение между спортсменами и борьба и сын поэтому считаю что это борьба воспитание борьбой это для родителей я считаю очень важно Леонид спасибо вам большое за на самом деле такое большое даже я скажу так не просто интервью а образовательное образовательное общение Хочу добавить что вот у нас в этом году тоже очень-очень знаменательное событие вот мальчик из группа житомирского Давида стал третьим на чемпионате Европы мальчик то есть там ребята три брата они практически живут в зале у тренера по классической борьбе он занимается их чтобы накормить их и все три брата и три ребята с потенциалом очень высоким вот средний брат так как он был третьим на чемпионате Европы до 15 лет наш олимпийский комитет он стал третьим на чемпионате до 15 лет уже его заметили и сказали больше мы не скажем это граммафия ибо в нашем спорте только русские вот теперь из-за них полоска чемпионата Европы и все приходите на борьбу узнавайте в вашем городе где есть борьба ну если вам встретиться хороший специалист хуже точно не будет до новых встреч